Только-только мы отметили День Семьи, Любви и Верности, но осадочек-то остается, желание поговорить об этом есть, но немножечко в другом ключе. Мы позвали к нам в студию человека, которого мы уже можем в полной мере считать членом своей телевизионной семьи, это Евгений Константинов, кандидат биологических наук, для того, чтобы поговорить о семьях в мире животных. Какая семья среди зверей является для вас таким интересным образцом? Ой, вы знаете, да, тут не перестаешь удивляться, казалось бы, уже так давно занимаясь живностью, почему очень разно, не только растениями, хотя и там тоже такие интересные тандемы есть. Ну вот, не перестаешь восхищаться каким-то новым ракурсом, на который человек постоянно-постоянно находит. Биоразнообразие столь огромное, и здесь можно... Знаете, самый экстравагантный, на мой взгляд, опыт вот такого вечного взаимоотношения, да, это такие глубоководные рыбы. Которые самец, у них всегда проблема встретится. И когда они все-таки встретились вот в этих специфических условиях, самец напрочь прирастает к самке, и это уже вообще единый организм. И вот с точки зрения вот такой романтики, да, это действительно вот такое единение на всю жизнь, причем физическое единение. Поэтому понятно, что здесь как бы вдруг случайность произошла, да, и все-таки не столько союз, но уже никуда не денешься, приходится вот как-то находить какие-то способы взаимоотношений между собой. Ну, это такой, скорее, экзотический способ. Ну, вы очень здорово сказали, что вот да, есть глубоководная среда, и там уж если встретились, то, да, лучше больше не расставаться. Но вот что интересно. В Африке, да, то, что это один и тот же континент, одна и та же кормовая база. Но есть, например, львы и есть леопарды, у которых разные способы семейного взаимодействия. Прайды у львов и такие вот прям одиночки. Да, ну, биологи чем, наверное, не очень интересны, они всегда находят какую-то такую основу физико-химическую, да, которая не очень вписывается, там, не знаю, четырехстопные ямбы, с которыми мы общаемся, да, и те романы, литература. Обычно мы с Евгением Львовичем четырехстопным общаемся, это мы так сейчас вот, чуть-чуть скальзивая, соскальзивая на гигзаметр, так. Здесь, если совсем широко говорить, то в природе вот все эти типы взаимоотношений можно выделить на две типы стратегии, К-стратегию и Р-стратегию. Для удобства запоминания, К – это киты, ну, это очень метафора такая, да, Р – это рыбы. То есть рыбы, это тип стратегии выбирается, когда среда очень нестабильная, как те же самые рыбы. Икры мечутся огромное количество, за детьми потом никто не ухаживает, а там уж как-нибудь сам кто как пристроится. Что вырастет, то вырастет. Да. А К-стратегия, она иная, она требует больших затрат, она требует вот таких объединений, союзов временных или постоянных долгих. И прежде всего это связано с тем, что носитель, как бы, этой К-стратегии – это существо либо очень долго живущее, а, соответственно, требующее специальных адаптаций к среде. У человека это проявилось по максимуму. Да, и в чем, как бы, преимущество человека было в том, что он, ну, вот такой, знаете, жесткий диск перевел в оперативку, если компьютерным языком говорить. То есть под жестким диском подразумевает ДНК, который основные, как сказать, алгоритмы поведения в себе хранит и передает. А вот оперативная память, да, которая легко нарушается, вот человек, то есть его умения, его навыки, оно потребовало передачи от носителя к носителю, пока не была изобретена письменность. Да, и здесь уже как-то это стало стабилизироваться. И вот, а что это дает? А это дает более быструю адаптацию к меняющимся условиям. Мы с вами не стали ждать, когда мы с вами жирком обрастем и шерстью покроемся для того, чтобы северные районы осваивать. Нет, шерсть мы прихватили, да, у животных подходящих, огонь приручили. И жир умеем добывать. Да, 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 да. И вот, и тем самым ареал резко расширился у человека в тот момент. Но это возможно только при условии передачи этой информации друг к другу. И вот одна из этих стратегий, вот такой долгий брак, постоянный брак для воспитания детей, более успешных, он как раз и являлся вот таким продуктом нашей адаптации в среде. Другое дело, что со временем, да, человек интеллектуализировался совсем уже, да, и еще есть куда развиваться дальше. Соответственно, появилась мировая художественная культура в разных ее проявлениях. И вот здесь вот эта трепетность отношений, она всячески подчеркивалась. И вот с такой, как сказать, биологической необходимости мы перешли вот в такую социальную метафору, что ли, да, или наоборот, вот, как сказать, квинтиссенцией все этого стала действительно крепкая и долгая семья. Потому что по опыту показывают, что даже в современных условиях это действительно залог социума, вот, которым человек существует, несмотря на такой динамичность отношений, которым присутствует. Правда, здесь нужно сказать, как сказать, такую маленькую ложечку дегтя внести, что ввиду того, что социальная структура усложнилась, человечество практически всю планету заняло. И вот когда в этих вот стабильных условиях многие появились, вот, есть соблазн у социума, да, перейти все-таки на несколько разных стратегий. И все-таки действительно не случайно вот это подчеркивается всегда такой культ семьи своеобразный. Вот он актуален, потому что и К, и Р стратегия тоже вот в этом разнообразном социуме начинает замечаться. Но все-таки мы сейчас с вами через этот четырехстолбный ям вот шли-шли-шли. Вы не думайте, что я забыла, что я спрашивала, леопарды, кошки, львы, кошки, почему они ведут себя по-разному? Да, здесь вот тоже, здесь так, во-первых, все это может произойти только вот в той экосистеме, не случайно вы про Африку сказали, которая является самой продуктивной на планете. Дело в том, что хищники, крупные хищники, это всегда вершины пирамиды. И вот эту энергетическую составляющую, то есть чем шире основание пирамиды, тем устойчивее будет находиться у нее на макушке. Да, и вот Африка как раз позволяет этого делать. И если львы, это, пожалуй, наверное, единственный из хищников, крупных хищников, которые живут вот такими семьями, то все остальные кошачьи – это одиночки. Вспомним нашего тигра, да, и леопард в этом отношении, он занял вот такую стратегию, низшую, вернее, которая свободна в данном случае, да, в Африке. А вот тигр, например, в Сибирской тайге, он никогда не сможет вот такой прайд организовать, а просто еды не хватит для того, чтобы вот полностью благополучную семью, да, долго содержать. А вот антилопы в прериях, да, Африке, вот они, в Саваннах, они как раз позволяют этого сделать. То есть здесь, и вот, как бы казалось бы ни странно, да, уходя вот от таких срожих социальных структур, в основе-то лежат чисто физические законы. Вот другое дело, что в этих физических законах действительно может сформироваться R-стратегия, из рыб, да, и там никакой ответственности за будущее. Или, наоборот, К-стратегия. То есть это многообразие мира, оно, конечно, поражает. Блиц-вопрос. Лебединая верность – это миф? Нет. Вы знаете, действительно, так как лебеди живут больше 20 лет, то устойчивые долгие пары для них самые наиболее вероятны, что ли, чем какие-то такие не сложившиеся отношения. Это действительно правда. А дельфины, правда, живут большими дружными семьями? Да, и у них такая стратегия временная, да, они могут образовывать временные пары, вот это как раз момент, а потом, когда уже все эти родительские заботы прошли, и наоборот, в качестве того, что интеллектуальные существа, в качестве воспитательного момента, вот такие досады, небольшие семьи, они объединяются. Вы знаете, очень интересный такой миф, сложившийся об аистах, это вообще символ семьи, благополучия и так далее. Но у аистов гостевой брак. То есть, да, они то ли отдыхают друг от друга, то ли впечатлений набираться. На зиму они улетают, иногда даже в разные места. Но что касается верности, прилетают они, возвращаются из разных мест, причем это разные страны могут быть, прилетают на одно и то же гнездо. И если вдруг нерадивый самец не дождался своей подруги, и вдруг кто-то мимо пролетая понравилось вот это гнездо обустроенное, то вернувшаяся жена первая, она иногда порядок наводит, да, и изгоняет вот такую временную сожительницу. Так что, в общем-то, о верности и стабильности здесь говорить приходится. Ну, вот с такими нюансами. Евгений Георгиевич, спасибо огромное за то, что вы к нам пришли, за то, что рассказали нам о многообразии животного мира. Мы теперь знаем, с кого брать пример. С глубоководных рыб, с лебедей, которые хранят верность. И вот все, вся вот эта вот, перевод в оперативку и ямбы, оно, конечно, говорит о том, что мы часть животного мира, но у нас все-таки есть мозг для того, чтобы... Да, предупрежден вооружен, поэтому нужно добрать за основу. Так что, если вы, будучи аистом, вдруг вам понравилась какая-то подружка, знайте, что может и прилететь. Спасибо вам огромное.